Для меня эта тема очень важная. Есть темы, о которых нужно говорить. Есть фундаментальные вещи, которые нужно не просто знать как информацию, но которые нужно, чтобы это было фундаментом нашей жизни. Если мы следуем за Христом, мы же христиане, мы же верующие. Нам надо во что-то верить. И нам надо понять, во что верить. И знаете, я увидел, что сегодня дефицит вообще в церкви, в христианстве, это близости с Богом, личных взаимоотношений со Христом. Мы иногда говорим, что тебе нужен, брат, взаимоотношения со Христом, тебе нужно это. А что это подразумевает под собой? Он говорит, ну у меня есть, я же верю и так далее. Вот. И, ну не знаю, постараюсь как-то раскрыть, вот буду делиться сердцем. То есть я верю, что остальное Дух Святой там сделает. Буду что-нибудь в общем говорить, а он будет делать то, что он запланировал. Вот, слава Богу. И Бог хочет, чтобы мы его знали. Я, спасибо. Да, можете, кстати, говорить, аминь, там, пастор, давай, жги, там, вот такие вещи тоже. Это меня будет прям поддерживать. Слава Богу. Вот. И я вспомнил одну, ну не историю, как пример просто приведу. Я несколько раз играл с Карелиным футбол, с Ансанычем. Играли мы в общем в футбол. И все. И говорит ли это о том, что я его знаю? Вообще не говорит. И он меня, скорее всего, не вспомнит. Таких, как я, было на его пути очень много. То есть, ну, вот. И смотрите, вы в своей жизни, мы можем где-то в собрании встретиться с Богом. Пережить Бога по-настоящему. Пережить его прикосновения, там, где-то в собраниях, на домашних церквях и так далее. Говорит ли это, что мы его знаем лично? Вообще не говорит. То есть, это определенный процесс. Это близость. То есть, это то, что происходит, знаете, за закрытыми дверями. Всегда что-то рождается в жизни. Не когда какое-то коллективное мероприятие, а рождается, ну, это близость, она происходит. Это интимные взаимоотношения. Знаете, у нас родились дети, и никто из вас не участвовал в этом процессе. Мы закрыли двери. Это что-то, что происходило между нами. Вот эта близость происходила. И из этого что-то родилось. Родился плод. Результат этой близости. Вот. Я верю, что христианство, так, забегая вперед, что христианство, вообще, христианская жизнь, это плоды. Духа. Да. Вот. Иоанна 17, 3 написано. «Сия же жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога, и посланного тобой Иисуса Христа». Нам надо знать его. Нам надо знать, кто наш Бог. Потому что у каждого разный Иисус. Ты разговариваешь с людьми, и он говорит, а Бог такой, а я думаю, что Он такой, а я здесь... Ну, вы понимаете, о чем я говорю? Что разное представление. И от того, какой Бог, помните, даже Павел сказал, Он говорит, мой Бог, Он восполнит все ваши нужды. Вот у меня такой Бог, который восполняет все ваши нужды по богатству Суму славе Христом Иисусом. Потому что Он знал, что те, кому Он говорит, кто-то там вообще не знает, что Он может восполнить нужды. Кто-то не уверен, кто-то еще что-то. То есть, Он говорит, я вас освобождаю от этого, Он говорит, мой Бог. Вот так, как я Его знаю, так, как Он может изливать, вот Он благое и щедрое. То есть, вот Он восполнит все ваши нужды. То есть, вот поверьте это. Вот. И зрелость, это не когда ты знаешь, как вести себя в Доме Божьем, а когда ты знаешь Его лично. Аминь. Это то, что... Это показатель определенной зрелости. Потому что за многие годы я много видел людей, которые научились ориентироваться там вообще в христианской среде. И мы знаем, когда начинается, когда песни заканчиваются, все тексты песен знаем и так далее. То есть, ну, смысл не в этом. Аминь. Ну, смысл не в этом. Даже мы можем что-то делать и так далее. То есть, если мы придем в начало, то есть, для чего Бог создал, да, Адама и Еву? Не для того, чтобы огород некому было копать. Ну, просто Он говорит, ну, что, сад насадил, как бы, знаешь, вот, как бы, сейчас, а кто будет следить-то? Надо, ну, какого-то вот человека, ну, там, дворника, хотел сказать, садовника, садовника, вот, который будет ухаживать, который будет следить. Все, нет, Он создал для взаимоотношений. Они наслаждались общением. То есть, они ходили там в саду, правильно или нет? Аминь. Вот. И нам надо понимать, что взаимоотношения – это то, это то, в принципе, ну, как мы можем развиваться, строить свое христианство, возрастать в этом. Расскажу анекдот маленько, разрядить, чтобы обстановку. Мы очень часто, знаете, я тут задумался, вот мы молимся 9.38, молимся за делателей. И я думаю, ну, интересно, ну, вот, если сейчас спрашивать, начать, ну, вот, 100%, каждый думает о делателях как-то по-своему. Кто-то думает, что будет народу много стулья быстрее будем расставлять в зале, там, или визитки раздавать и так далее. У каждого разные ожидания от делателей, ну, согласитесь, вот, ну, каждый по-своему смотрит. И все, ну, я понимаю, что там в контексте, если мы будем смотреть, что Иисус он посмотрел и увидел, что люди измучены, изнурены, не имеющие пастыря, и он говорит, молите, господи, на жатву, чтобы выслать делателя на жатву свою. То есть, он говорит не просто о каких-то работниках, которые будут работать. Вот, он говорит, ну, о детях, да, которые будут транслировать его царство, которые будут нести, то есть, ну, его сердце. То есть, это что-то большее, то есть, те люди, которые смогут покрыть, позаботиться. Я думаю, конечно, здесь о какой-то зрелости говорится, об отцовстве, да, и так далее. Вот, и хорошо, анекдот расскажу, новаторская идея называется анекдот. Ну, все там герои вымышленные, и вообще история-то такая вымышленная, в общем, если там что-то там, может быть, не сходится, так что ничего страшного. В общем, четыре друга приезжают в армию, призывают их в армию, и вот у них проходит сто дней, я не знаю, я в армии не служил, ну, по-моему, там сто дневка это, да, и потом уже, на первом собрании сказал, потом поднимают в отряд. И понял, что там по-другому маленькая терминология. Вот, ну, кто понял, тот понял. И, в общем, их сержант их говорит, вот сейчас сверхъестественное, говорит, что-то будет, такого, говорит, мы ни разу не делали. Вот, говорит, если что-то предложите, новаторскую идею мне какую-то, вот дадите что-то, какое-то креативное решение, вообще любого направления, что мы можем улучшить и так далее, говорит, отпущу вас на неделю домой в отпуск, ну, и потом приедете уже служить. И все, и они там ходят, голову ломают, думают, ну, как, ну, такая, представляешь, возможность. И один думал-думал, убегает, забегает к сержанту, он говорит, товарищ сержант, есть новаторская идея. Он говорит, что за идея? Он говорит, ну, вот подойдите к окну, к окну подводит его. Говорит, вот видите, солдат в поле косит траву. Он говорит, ну. Он говорит, а что, он говорит, в одну сторону косит, а в другую сторону холостой ход косы. Вы, говорит, ему с другой стороны косу приделаете, ну, то есть, чтобы эффективнее был. Говорит, продуктивность повысится, то есть, эффективность. Тут только, слушай, реально, как мы раньше не думали-то вообще, ну, все, давай, говорит, все, отпускаю там на неделю. Второй тоже, второй бегает, думает, думает, тоже выбегает из комнаты, забегает к этому сержанту. Товарищ сержант, там новаторская идея есть. Он говорит, что за идея? Ну, он говорит, подойдите к окну, опять его подводят. Вот видите, говорит, солдат косит, говорит, в две стороны. Он говорит, ну. Говорит, так что он сено-то ногами притаптывает? Вы ему вилы на ноги оденьте, чтобы он косил и в стога раскидывал сразу. Намного быстрее процесс пойдет, эффективность повысится. Тут только слушай, ну реально, правда, новаторы. Потом третий, сокращая историю, третий тоже забегает. Новаторская идея, к окошку его подводит. Он говорит, смотрите, он в две стороны косит, раскидывает. А смысл раскидывать? Ну вы, говорит, тележку сзади прицепите, пусть он, говорит, в тележку закидывает и в хлев увозит сразу. Говорит, то есть все, и мы, говорит, в одном лице решим, в принципе, большой вопрос закроем. Он говорит, ну действительно так, ну и все. Ну и четвертый, представь, ходил-ходил, ходил-ходил, смотрел в окошко, на улицу выходит, то есть, ну не знает, мысли не приходят. И уже там смеркается, этот солдат ходит, такой в две стороны косит, то есть этими с вилами на ногах, в тележку закидывает, там увозит хлев. Он такой стоял на него, смотрел, смотрел, этот солдат останавливается, такой поворачивается. Он говорит, ну скажи, чтоб мне фонарик на лоб приделали, чтоб я ночью работал, говорит. Так что, есть всегда, в общем, новаторы, а есть те, кто исполняет, да, эти. Вот, и я верю, на самом деле, что Бог в первую очередь нас избрал для того, чтобы мы просто имели с Ним взаимоотношение, близость. Аминь. Вот, и если мы, получается, этого не поняли, а сразу переключаемся, то есть, но в дела, пытаемся как-то реализоваться через это, там, через служение, еще что-то, то есть, мы упускаем самое важное. Аминь. Смотрите, апостол Павел, он говорит в Евангелии, он говорит, что благодатью вы спасены через веру и сиение от вас, Божий дар, то есть, мы там не поучаствовали. Евангелие – это вообще хорошая новость. Хорошая новость, потому что мы там не участвовали. Если бы мы поучаствовали, это бы не была хорошая новость, мы бы все испортили там. То есть, он, вы понимаете, о чем я говорю? То есть, он говорит, чтобы никто не хвалился. Если ты будешь чем-то хвалиться в своей жизни потом, то хвались Господом, написано. Хвались Господом, потому что, то есть, ну, это все от Него, все, что у тебя есть, все, что у тебя расцветет в дальнейшем, это все Он, это все о Нем. Вот, это хорошо нам помогает. Вот, и много мест Писаний в Библии мы видим, как будто бы, знаете, они противоречат друг другу. Здесь мы видим, что благодатью вы спасены через веру, там, и сиение от вас, Божий дар, там, чтобы никто не хвалился. И так далее. И следующий сразу стих, он говорит, ибо вы Его творения, созданные во Христе Иисусе, на добрые дела. Ну, слушай, ты только что же сказал, что не от дел, что делать ничего не надо, что надо просто принять. Но проблема в том, что мы пытаемся эти две вещи просто взять и перемешать. Вот в чем проблема. А это вещи разные. Что касается Евангелия, что касается спасения, что касается, то есть, ну, того, что Он сделал на кресте и на Голгофе, это просто даром нам принадлежит. Мы просто берем это. Мы верой просто подключаемся к этому и берем. И потом, когда ты в этом утверждаешься, тогда Он говорит, что, Он говорит, а теперь, друзья, а теперь, когда вы это поняли, когда вы это приняли, теперь вы новое творение. Теперь уже написано, что вы умерли со Христом. Там на кресте. Как кто-то сказал, Он говорит, я был на вашей могиле. Потому что мы умерли со Христом, и наша жизнь, она сокрыта со Христом в Боге. И написано, когда явится Христос, жизнь наша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Аминь. Вот. И вторая уже часть, это уже что касается ученичества. Когда ты уже понял, что Господь сделал для тебя, и ты в этой свободе, то есть, ты принимаешь решение просто следовать за Ним. Ты принимаешь решение просто, ну, Ему служить. Потому что ты не сможешь Ему не служить. Когда ты просто уразумеешь, насколько сильно Он благ, насколько сильно Он возлюбил тебя, и ты к этому не приложил никакого усилия. И ты Ему за это ничего не должен. Ничего не должен. Понимаете? Вот в чем скандал. И все. И получается, следующая часть, это то, что ты просто начинаешь что-то делать. Он говорит, а теперь вы призваны на добрые дела, но только когда вы уже новое творение. Когда вы отрождествили себя с Ним. Когда вы умерли с Ним, воскресли с Ним. Когда мы понимаем, то есть, ну, кто мы во Христе. Аминь. Слава Богу. И эти две части, это, знаете, как пример, давайте скажу вам, чтобы вы запомнили просто. У каждого есть дома у нас, допустим, пемолюкс. Есть у всех? Знаете, это хлоросодержащее, чистящее средство. И есть, там, сестры больше пользуются, что это, чистить окна. А чистить, ну, для окон там аммиакосодержащее. И вот если хлоросодержащее и аммиакосодержащее перемешать, выделяется токсин, выделяется газ. Это отрава. И реально можно отравиться. И вот мы, когда пытаемся Евангелие перемешать со своими делами, думая, что мы можем как какую-то часть хотя бы как-то там поучаствовать, как-то сбоку, знаешь, зацепиться, то есть, ну, вот, и держаться, типа, ну, как со своей самоправедностью. Все, это просто приходит отравление. Отравление нашей веры, нашего понимания, то есть, мы не знаем, как бы, ну, вообще, что происходит. И люди от этого страдают. Но есть его часть. И есть возможность просто двигаться дальше, когда ты это принял в посвящении ему. В посвящении, в служении. Но это уже другой момент. Это вопрос ученичества. Помните, когда Христос, Он же всегда так говорил. Всегда был вот этот, как сказать, не было никогда какого-то давления или какой-то манипуляции с его стороны. Он говорил ученикам, которых Он сам избрал. Он говорит, может быть, и вы хотите уйти? Если вы хотите, если вам что-то непонятно, что касается отождествления с моим телом, да, помните, Он говорил им про кровь, про это. Он говорит, если вы хотите, просто идите тогда, и все. Идите. Он говорит, так а нам куда идти? И это определенный, конечно, процесс. И без него мы не можем делать ничего. Аминь. Аминь. Колоссянам 2.20. Постараюсь, давайте, чтобы мы и в Библию заглядывали. Там написано, вы умерли со Христом и освободились от главенствующих стихий мира. Так зачем вы подчиняетесь таким правилам, как если бы жили в миру? Это не синодальный перевод. Не берите в руки этого, не ешьте того, не прикасайтесь к этому. Все это тленное сгниет от употребления. Подчиняясь таким уставам, вы лишь следуете правилам и учениям, созданным людьми. В самом деле, их признают мудрыми с точки зрения придуманного людьми почитания, самоуничижения, умершления плоти. Но они не обладают никакой силой в борьбе против нашей греховной природы. Аминь. Аминь. Вот, то есть, другими словами, если мы пытаемся какими-то своими собственными силами, знаете, как-то держаться просто, ну, за правильное положение перед Богом, тогда это утопия. Тогда у нас ничего просто не получится. И мы, как сказать, мы как белка в колесе будем постоянно сражаться с невидимым врагом каким-то, то есть, ну, сами создавая себе вот эти вот проблемы. Потому что он говорит, если ты пытаешься разобраться с какими-то вещами в своей жизни, знаете, вы понимаете, о чем я говорю? Что у каждого в этом зале есть проблемы. У каждого. Вы верите в это? Вы не только верите, вы знаете. Вы же сами себя знаете. И, мало того, у человека за кафедрой есть проблемы. Вы знаете это? Не может быть. Я вижу тебя, я вижу этот нимб, и крылья сзади. Такого быть не может. Но это правда. А знаете, почему мы тогда можем стоять в его присутствии без всякого чувства вины и осуждения? Потому что Христос умер и на третий день воскрес, пролил свою драгоценную кровь. Аминь. И это наше основание. Это основание нашего христианства, на котором он дальше будет строить. То есть, и нам надо просто это понимать. Слава Богу. Первое Коринфянам 15.56. Там написано, жало, смерть и грех, а сила, греха, закон. Аминь. Смотрите, вот еще раз прочитаю, несколько раз. Смотрите, жало, смерть и грех. Грех – это то, что будет разрушать нашу жизнь. Сто процентов вообще. Вот. И написано дальше просто, вот, внимательно проследите эту мысль. Я просто увидел это, я был очень удивлен. Он говорит, а сила, греха, закон. Закон, давайте, чтобы вас не смущало. Это просто попытки своими силами сделать что-то для получения какого-то результата определенного. Вот давайте это так будем рассматривать. И он здесь говорит, он говорит, что грех, наличие, вы понимаете, что, допустим, то, что мы там покаялись, то, что мы служим и так далее, это же не говорит о том, что мы не согрешаем. Вы понимаете или нет? Нельзя такое говорить здесь. Ну, это правда. И он говорит, вот этот грех как раз, вот, ему силу придает твои попытки что-то исправить своими силами по плоти. Ну, смотрите, по-другому скажу. Вы ко мне подходите, как к священнику, например, и говорите, там, пастор Евгений, вот у меня проблема, у меня запинающийся грех, я не знаю, что сделать с этим. Вот эти сигареты, они прямо просто прыгают на меня, знаешь, там, или там вот еще что-то. То есть, ну, не важно, что это, как пример. И я вам говорю, я говорю, не, ну, тебе нужно исправить твое поведение, тебе нужно как-то, ну, знаешь, там, взяться за голову, понимаешь? Вот, и тебе нужно, я не знаю, там, пост взять, там, или еще что-то, то есть, ну, понимаешь, ну, молиться больше. Да сколько молишься? Ну, пять минут? Ты что, а как ты хочешь? Так ты курить так будешь долго ходить, как бы, ну, знаешь, и все. Понимаете, что я делаю? Другими словами, он говорит, сила греха. Это как будто бы, знаешь, как вот прообраз, он ко мне подходит за решением вопроса и говорит, я горю, слушай, у меня проблемы, прям пожар, проблемы в моей жизни или там в моей семье. И я тебе даю еще канистру с бензином. Я говорю, на, иди попробуй что-то сделать своими силами. И ты мне такой говоришь, что поможет? Я говорю, ну, конечно, поможет. Мы сто раз так делали уже. Сто раз так делали, да. И понимаешь, и человек опять попадает, то есть, ну, вот в это колесо, и не знает, что происходит, а что с этим делать. И потом ты видишь, допустим, этого же человека, там, через месяц или через какое-то время, еще в худшем состоянии, уже с двумя сигаретами в двух руках. Он подходит и говорит, слушай, что-то не работает, молитва твоя как-то, вот, я не знаю, что делать-то с этим, понимаете. Поймите, это не то, что я сейчас вам новую доктрину какую-то выдвигаю, там, что там не надо поститься, молиться. Нет, 100% надо. Ну, послушайте, вот запомните эту формулировку, что мы это делаем не для того, чтобы, не для того, чтобы получить что-то, а потому что. Если ты это делаешь для того, чтобы, если ты поститься для того, чтобы, если ты молишься для того, чтобы, если ты жертвуешь для того, чтобы, тогда мы попали, друзья. А если мы это делаем потому что Христос уже сделал, потому что я люблю Его, потому что я пережил Его благость, потому что, то есть, Он мое основание, и Он освободил меня. Я совоскрес с ним, то есть, ну, грехи, они на кресте, он взял наши немощи, понимаете? То, что Исаия пророчествовала, он говорит, что мы думали, что уничижаем, там, был уничижен, да, но он извязлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши. Наказание мира наше было на нем, ранами его мы исцелились. Нам надо просто понять, это не метафора, что мы умерли с ним и совоскресли с ним. Это, то есть, нужно, как вот тогда, помню, пастора Сергея проповедовал, он говорит, нужно отождествить себя. Тождественность, это, то есть, сопричастность, как еще, я не знаю, подобрать, облечь это в слова, но это не просто, знаешь, что Бог там, а ты здесь, и ты идешь, он тебя держит за руку, и вот, если ты начинаешь плохо себя вести, он тебя отпускает, говорит, слушай, что-то мне не нравится твое поведение. Иногда такой Бог у нас, понимаете, тогда мы обречены просто на такое печальное подобие следования за Христом. Он говорит, а вы победители в Иисусе Христе? Он дал нам победу, понимаете, и нам надо утвердиться в этом, нам надо, чтобы это было основанием, тем основанием, на котором Христос будет строить что-то дальше в нашей жизни. Аминь. Хорошо. И здесь он дальше говорит, он говорит, жало смерти греха, сила греха закон. В общем, безнадежная ситуация. И следующий стих он говорит, но благодарение Богу, даровавшему нам победам Господом Иисусом Христом. И это радостная новость. Здесь, да, слава Богу, вот, Павел пишет, мне очень нравится послание римлянам, седьмая глава, он там пишет о том, что, знаете, я думаю, что это как определенный сезон в его жизни, потому что он там, он наставленный в законе, он, ну, крутой реально. Крутой, вообще, парень, религиозный такой деятель, так скажем, того времени, то есть, очень образованный, то есть, ну, очень там, как сказать, то есть, самоправедность на таком высоком уровне у него была, то есть, вот, в этом плане с ним мало кто мог сравниться. Вот, и он пишет в седьмой главе, он говорит, слушай, у меня, говорит, проблемы, у меня проблемы, я просто процитирую вам, он говорит, у меня, говорит, вот, желание есть сделать что-то хорошее, говорит, а делаю плохое. Вот, говорит, знаешь, нахожу в законе доброе, а, говорит, а это, говорит, ведет к смерти. То есть, хотя сам вы, он говорит, я не знаю, говорит, есть, есть, говорит, что-то, говорит, ну, вот, желание во мне добра, а сделать как оно я не нахожу. Что, говорит, не хочу делать, делаю, что хочу сделать, не могу сделать. Он говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? И 8 глава начинается, он говорит, итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Ты свободен от греха и смерти, от закона. Был какой-то закон определенный, помните, в другом, по-моему, в Колоссянах написано, что, он говорит, был определенный документ, рукописание какое-то было, которое он, говорит, взял и пригвоздил ко Кресту, восторжествовав над ним собою. Аминь. То есть все, нет этого документа. У тебя есть документ, на который написано, что ты праведник. Независимо от того, в чем ты сегодня находишься. То есть тебе нужно либо обновляться в этом, принять, как написано, образ мысли праведного человека. Образ мысли. То есть тебе надо отождествить себя с этим. Либо ты постоянно будешь грешником, кающимся, и как-то вот ты бежишь, а знаешь, как будто ты играешь с кошечкой, и постоянно оттягиваешь, она прыгает. И вот примерно то же самое. Пытаясь чего-то достичь, пытаясь что-то сделать хорошее, и у тебя постоянно будет провал, ты никогда не достигнешь этого. Либо просто уже войти в это и сказать, ну да, согласиться, верой. Это же хорошее дело. Говорят, а что делать-то надо тогда, раз уже все там сделано. Но верить надо. Вот, говорит, дело Божье. Вот какое дело. Чтобы верили в Сына, верили в того, кого Он послал. Это очень важное дело. Поверить. Слава Богу. Иремия пророчествовал. Он говорит, так говорит Господь проклят. Человек, который надеется на человека, и плоть свою делает опорою. То есть, это проклятие, когда ты рассчитываешь на свои силы, на какие-то, посредством своих сил, то есть, ну, быть, оставаться в Божьем присутствии, знаешь, там, что там, ты увеличивать будешь, там, духовную практику какую-то свою. И посредством этого, то есть, ну, во что-то войти. Он говорит, такой человек, он проклят. И интересно, он дальше говорит, и сердце его удаляется от Господа. Аминь. Понимаете, о чем я говорю? Понимаем, что только теперь с этим делать, да? И Павел, да, Павел говорит филиппийцам, он говорит, если кто-то, если хотите надеяться на плоть, он говорит, тогда я, говорит, могу надеяться на плоть. Он говорит, я могу надеяться, потому что там много молила, там, то есть, вообще там, и там, ну, вообще, в общем, наставляли меня там звезды, можно сказать, религиозного арены того времени все. Вот. И я, говорит, самый такой крутой парень, он говорит, но, говорит, все это, я почитаю Читою. Там в оригинале написано, не буду говорить, нельзя, да, говорите? Илья говорит, нельзя. Вот. В общем, почитаю Читою, давайте будем, пусть Читою будет. Он говорит, но, говорит, для того, чтобы найтись в нем, не искать его, а найтись в нем. То есть, кто ты, как, знаете, фильм, не смотрите, я не буду говорить, как он называется, не надо его смотреть. Там два парня такие в себя приходят, и один другому такой говорит, говорит, слушай, говорит, дружище, где мы? Второй такой, говорит, да, говорит, к чему такие подробности, кто мы? Да, ну, они там. Вот. И надо просто понять, кто ты во Христе Иисусе, найтись в нем, не со своей праведностью, которой я делал, то есть, но с праведностью от Бога. Аминь. Он говорит, вот это то, что я хочу сделать, я просто все, все вот эти преимущества, все вот эти свои какие-то дела, все какие-то свои, то есть, ну, знаешь, вот эти регалии, он говорит, я это все читаю, это мусор просто, это мусор. Для чего? Для того, чтобы найтись в нем. Аминь. Слава Богу. С праведностью от Бога, поверьте, поверьте. И мы это место часто используем, что, знаешь, там, закон детоводитель ко Христу. Ну, закон, ну, то есть, получается, ну, как, ну, я не знаю, там, ну, в принципе, все так думали раньше, что нужно как-то, ну, вот, определенно исправить свое поведение и для того, чтобы прийти ко Христу. Ну, знаете, что я увидел? Что не наша способность исполнить закон приводит нас ко Христу, а осознание нашей неспособности его исполнить, потому что никто из нас не может этого сделать. Ты не можешь, никто. Никто не может сделать. И, то есть, осознание нашей неспособности двинуться этим путем, это приводит нас ко Христу, это приводит нас к тому, что, то есть, единственный вариант, это просто сдаться Ему, уступить Ему и позволить Ему просто взять нашу жизнь в свои руки. Аминь. Римлянам 11, 22, там написано, и так видишь благость и строгость Божья. Строгость к отпадшим, скажу вам, отпадшие, это те люди, которые пытаются своими силами что-то сделать. Ты по-любому отпадешь, ты не сможешь удержаться. Никто, написано, не сможет удержаться. Вот. И, а благость к тебе, он говорит, но если прибудешь в благости Божьей, почему, вот я и говорю, что об уверенности благости, то есть, нам это нужно, нам надо просто обновить образ мысли праведного человека, чтобы у нас был, чтобы мы думали так, чтобы мы отождествляли себя, что мы в нем, что он пригвоздил, то есть, ну, грехи наши уже на кресте. Рассматривать себя как праведного человека, как святого. Помните, часто используется это, ну, слушайте, это процесс, святой, да, освящается еще святой. И я читал это место, и я просто, я просто удивился, как вот мне открылось это, что, слушай, для того, чтобы нам попасть в этот процесс, о котором говорит Писание, тебе нужно быть святым. Там не написано, что грешник освящается, там написано, святой, да, освящается еще. А для того, чтобы тебе в этом оказаться, оказаться в этой категории святого человека, тебе нужно просто, ну, уверенность в его благости. Тебе нужно найтись в нем, не со своей праведностью, но с праведностью от Бога, поверить. Просто поверить в это. Кто ты во Христе? Аминь. Какая, говорит, разница, где мы, кто мы? Кто мы? Вот очень часто этот вопрос, он как-то уходит у нас. Говорит, слушай, ну, и как, знаешь, ну, что-то слишком хорошо, чтобы вот как-то вот, а что делать-то тогда? Это как, бумер, не смотрели фильм? О, слава Богу, спасибо, Ксения. Остальные, ну, понятно, можете не говорить, не смотрели. Я тоже, я до этого еще смотрел, просто вспомнил, думаю, надо рассказать. Вот там парень, один бандит, в общем, там в деревню они куда-то приехали и встречают там мужика, местный алкоголик. И они его встречают, ему говорят, где там это собачиху, они кого там искали, в общем, ну, я не знаю, там, да? Собачиху, ну, вот. И они говорят, где она? Он говорит, ну, он там показывает, он там, там, там живет. И все, он говорит, ну, все хорошо, он говорит, дай 100 рублей похмелиться. Он такой, ему дает 500. Он говорит, это много, могу нажраться. Он говорит, так у меня, говорит, больше нету. Он такой, придется нажраться. И все, и знаешь, иногда мы это воспринимаем, нам проще, на наш менталитет проще ложиться то, что, знаешь, там, не потопаешь, не полопаешь. Что нужно что-то сделать, что нужно что-то заработать. А вот это вот как будто бы, знаешь, ну, как-то, знаешь, как-то, ну, как-то неправильно это, знаешь, как-то надо как-то заплатить какую-то копеечку. Нет, понимаете, по-другому маленько все работает. Хорошо? Слава Богу! Да, слава Иисусу! И Галатам, а Галатам, 5 глава, это с 18 стиха, тут, давайте я буду процитирую просто, там, в общем, две категории, там написано, помните, дела плоти известны, и там они там, блуд, прелебедянь, та-та-та-та-та, такие, делающие такие, царство Божие не наследует. И дальше написано, плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, помните, мы говорим, там, тебе нужно ходить, там, любовь, воздержание, кротость, он говорит, на таковых нет закона, то есть, другими словами, что, вот в эту категорию, которая говорится, плод духа, то есть, ты не войдешь через какие-то свои физические движения или усилия, понимаете, то есть, это плод духа, это то, что вырастает в твоей жизни, когда ты просто привит к лозе, когда у тебя через взаимоотношения, когда этот сок поступает, то есть, ну, в нас, как ветви, и просто расцветают эти плоды, это не путем наших усилий, усилия с нашей стороны, это просто, чтобы держаться за Христа, чтобы держаться за Христа, чтобы в нем находиться, чтобы смотреть на его благость. И эти плоды, они будут, то есть, ну, понимаешь, ты не будешь там тужиться, чтобы из себя плоды полезли, там, стараться, то есть, делать, как вот это, там, в две стороны косить и вилами, там, закидывать, на это, вилы на ногах. Вот, и интересна здесь такая мысль, скажу вам, это то, что он говорит здесь, он говорит, делающие такие, это, то есть, дела плоти, да, интересно, что у дела, у плоти есть дела, а у духа есть плоды. Вот, и он здесь говорит, что такие, говорит, исполняющие такие, царство Божие не наследует. А можно за пианино кого-нибудь? Для создания драматического эффекта. Вот, и он говорит, что такие, говорит, царство Божие не наследует. И знаете, и мы же должны понимать, вы, может быть, никогда так не смотрели, что когда мы читаем Библию, послание, это же письма, и это не наша переписка, мы читаем чужую переписку. Вы думали об этом? То есть, он пишет это галатам, он пишет им, то есть, для них это понятно, когда он говорит о наследии, для них это понятно, то есть, потому что, знаете, был такой человек, он в Библии обозначается как пришелец. И то есть, он говорит, пришелеца не отвергай. То есть, пришелец это тот человек, который мог прийти, допустим, принять иудаизм, начать соблюдать какие-то правила в этом обществе, жить, пользоваться теми благами. Но для них, для всех было понятно, что пришелец, он не может быть наследником обетования. То, во что они верили, за что они держались, это, говорит, земля обетованная, то, что Бог им обещал. И вот этот пришелец, то есть, ну, понимаете, он мог что-то делать, но он не мог прийти. И когда, если мы грешники, пытающиеся каяться и следовать за Христом, тогда мы не можем находиться в наследии. А если ты праведник, тогда, то есть, ну, тогда ты можешь находиться в этой категории. Тогда, о чем мы говорим, войди в мир, войди в покой. Ты никак не войдешь в покой. Только через принятие, безусловно, ну, благости, безусловно, любви Божьей. То есть, маленько, как бы, с другой стороны. Аминь. И здесь он говорит, что Царство Божие, это не пища, а питье, а праведность, мир и радость в Святом Духе. То есть, вот то, что мы говорили о наследии. Вот это наследие Царства, это праведность, мир и радость в Духе Святом. И здесь вообще у меня, прям, знаете, я верю, что Господь мне подарил, то есть, ну, следующий стих 18. Он говорит, кто сим служит Христу, кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Аминь. Когда ты через принятие благости Божьей, получается, ты попадаешь в наследие, в которое ты попасть не можешь посредством своих дел. Ты не можешь там просто никак оказаться, как бы ты там ни хотел. Мы иногда что-то делаем, ожидаем результаты, которых не будет в твоей жизни. Не будет. Только через принятие вот этого, ну, завершительной работы Иисуса Христа мы заходим в наследие, и Он говорит, друзья, и то, что служение в церкви, то, что мы можем нести в этот мир, то, что мы говорим о пробуждении, это сверхъестественно, это не человеческое дело, ну, как бы, дела рук человеческих. Это плоды Духа, это сверхъестественные вещи, что мы говорим, любим. Я люблю людей, как ты любишь людей. Это плод Духа. Это не просто, знаешь, быть обходительным, быть вежливым, добрым, там, еще что-то, то есть, понимаете? Это то, что просто в твоей жизни расцветает, раскрывается, когда ты принимаешь эту любовь. Вот. И я думаю, что нам нужно, вот, немножко хотел сказать о покаянии. Нам нужно покаяние. Покаяние просто, ну, это возвращение в Его благости. Покаяние, то есть, ну, это возвращение в то, из чего мы вышли. Это то, знаешь, как мы начали хорошо, и потом, я не знаю, по какой причине, ну, в принципе, с этим разбираться особо и не надо. Нам просто надо принять решение вернуться. Нам просто принять решение вернуться в то, в чем Бог хочет, чтобы мы находились. В Его любви, в Его радости, в мире. Аминь. Ты не сможешь радоваться, если ты пытаешься что-то сделать своими силами. Знаешь, мы говорим то, что верни нам радость спасения. Радость спасения, это, она может быть нашей, в нашей жизни только в том случае, если мы там не участвуем. Если мы туда приложим с вами свою руку, тогда мы просто, ну, реально все испортим. Это будет, как капля дегтя. Потому что даже если ты там супер-супер какой-то там специалист, ну, неделю ты продержишься, знаешь, там, в праведности, и потом вывалишься из этого вагона, и все, и разочаруешься, скажешь, опять, надо мне стараться, надо больше, надо больше. Слава Иисусу. Интересная мысль сказал, тут разговаривал с одним человеком, служителем, он говорит, Бог дал нам семя, которое производит плод, определенный плод. Говорит, а варенье варить, это вы уже сами научились. Аминь. Иногда, говорит, ну, Бог вам что-то дает, и он говорит, вот это семя, оно принесет вот такой результат. Тебе нужно там его посадить, тебе нужно там его поливать, и так далее. Ну, говорит, с этими плодами, это вы уже тут понаварили варенье, там, понадумали там себе, там, чего-то там непонятно. Вот, поэтому, слава Иисусу. Римлянам 2.4 написано, или пренебрегаешь богатство, благости, кротости, долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия, она ведет тебя к покаянию. И знаете, что я здесь увидел? Что как будто бы, думаешь, ну, как-то странно, но обычно же надо покаяться, чтобы прийти, как бы, ну, в Божие присутствуют. Ну, понимаете или нет? Он говорит, да нет, ребята, это, вы просто заборы посносили все. Потому что, он говорит, я дверь, я из им путь, говорит. Если кто-то, говорит, через забор Инди, говорит, влазит, говорит, в дом Овчи, тот, говорит, вор и разбойник. Так нельзя заходить. Наоборот, то есть, через утверждение в благости Божией, через принятие безусловной любви, через просто понимание креста, то, что мы умерли вместе с Ним, воскресли с Ним. То есть, он говорит, через это, это приведет тебя к покаянию. То есть, эта благость, она поведет тебя в святость, она поведет тебя, то есть, ну, в обновление мышления. Она поведет, зажгет эту страсть, зажгет просто, ну, вот эта радость вернется, спасение. Вернется вот эта первая любовь. Потому что сегодня, ну, если быть честными, ну, чего уж там, да? Понятно, можно сейчас какие-то суперфразы говорить. Ну, в большинстве своем, ну, люди, они устали реально. Ну, знаешь, такое ощущение, как будто вот христианство, а не христианство. И ты думаешь, ну, слушай, я думаю, что есть что-то большее. Наверное, мне надо больше стараться. А может быть, Женя еще одно взять или еще что-то. Ну, я думаю, знаете, друзья, я думаю, что ключ в том, что нам надо просто остановиться и познать. Он говорит, вкусите, как благ Господь. Вкусите, понимаете? Переживите на практике. Пусть эта встреча произойдет в вашей жизни. Вернитесь просто в его благости. Затанцевать. Если бы я умел танцевать, я бы сейчас затанцевал, мне кажется. Хорошо, говорит, что танцевального служения нет у нас, да? И хотел рассказать несколько историй. Вот, и, наверное, будем потом молиться. О том, что, знаете, То, о чем я сегодня говорил, я верю, что, ну, это то, куда нас Бог хочет вернуть. Для того, чтобы качество просто, ну, нашего служения, оно поднялось. И я верю, что, то есть, когда мы погрузимся в это, когда это опустится в наше сердце, ты не сможешь, ты просто будешь прыгать на месте и сказать, Господь меня разорвет, дай мне объект для выражения этой любви, которой ты меня наполнил. Потому что сами по себе, мои друзья, ну, правда, если быть честным, эгоисты, никого мы не можем любить. Я люблю, там, людей, я люблю. Я говорю, кого ты любишь? Ну, я говорю, мы можем научиться быть, я говорю, добрыми, улыбаться и так далее. Но если ты не пережил, Божью любовь не принял, ты не можешь. Все, что мы можем делать, это мы можем просто отражать его любовь. Отражать его любовь, понимаете? И люди это чувствуют, и людям нужен Христос. Не наша вера, не наши какие-то поступки, не наши улыбки, там, не продуктовые пакеты даже, хотя это важно, но им нужен Христос. И как кто-то сказал, он говорит, что, говорит, ну, говорит, людям веру не надо показывать, показывайте свою веру Богу, веру Богу показывайте, а людям Христа покажите. Покажите Христа. А нас иногда так много, что Христа не видно. И я помню, у меня был такой период, ну, трудный в моей жизни, там, когда вот собрание прекратилось и так далее, я там уже делился об этом, вот. И я помню, я встретился с одним пастором из нашей церкви, вот. И мы встретились, и все, что я запомнил, я просто потом меня как-то Господь вернул назад, мы сидели с ним в кафе, и я сидел в таком разрушенном состоянии. И все, что я помню, он пытался что-то мне говорить, а потом он просто начал плакать. И знаете, такое Божье присутствие пришло, и он сказал, слушай, говорит, ну, я просто, ты можешь всегда рассчитывать на меня. И потом он там финансово еще поддержал нас, и я запомнил только это. Я запомнил, то есть, ну, что вот он принес, знаете, он говорит, что имею, то даю. Если ты это не имеешь, то есть, ну, ты будешь отдавать, знаешь, там, ну, как ты считаешь, должно выглядеть это, то есть, словно, с мое служение, там, или мое еще что-то. Но если ты понимаешь, что Христос, ты будешь приносить это, и это будет приносить изменения в жизнь людей. Ни в словах человеческой мудрости, ни в каких-то, знаешь, усилиях, ни в каких-то, то есть, правда, то есть, но сегодня написано творение, оно стяна этого откровения сынов Божьих. Откровение сынов Божьих. Интересно, что я здесь тоже увидел, что откровение получает сын. Тебе нужно, ну, понять, что ты сын, там, дочь, и на это уже Бог, Он даст тебе откровение. Он говорит, у меня, ну, сын, раб, он не может получить откровение. Раб вообще, знаете, отличие раба и сына, раб, он вообще не участвует в каких-то там, в колуарах, за закрытыми дверями, когда сын с отцом общается. Раб, он выполняет свои задачи. Откровение может получить только сын. Слава Иисусу. И интересный тоже такой рассказ подслушал у Билла Джонсона. Это, говорит, было судебное слушание, и судили маньяка. Судили маньяка, серийного убийцы. И, говорит, ну, обычно это не практикуется, но в этот раз разрешили родственникам погибших просто стоять и говорить ему. Ему все, смертная казнь, приговорен к смертной казни, но разрешили говорить ему последние слова ему в лицо. Ну, и стояло там, допустим, 30 человек. И каждый из них говорил, будь ты проклят, то есть там, чтобы ты сгорел в аду, то есть надеюсь, что ты там сдохнешь и так далее. То есть, ну, представляете, как вот родственники. И последний человек, он, говорит, стоял и смотрел на этого убийцу, то есть у него там ни один мускул не дернулся, то есть он стоял просто, ну, это маньячина, то есть он просто как железобетонный стоял, он никак не реагируя на эти какие-то высказывания, выкрики и так далее. И последний человек стоял, он, говорит, дочь, которую ты убил, она, говорит, была отрадой всей моей жизни. Он говорит, ну, я прощаю тебя. И все. И его, говорит, разорвало вообще. Он просто сломался вообще. И знаете, друзья, это просто как такой один из примеров. И я вам хочу сказать, что это нечеловеческое. Мы с вами вот к этому не сможем приложить ничего. У нас этого просто нет. У нас этого просто нет. Но это то, что Христос хочет делать через нас. Это то, что, как он хочет влиять на этот мир, как он хочет. Ну, и последняя история, это Клайв Льюис. Вы смотрели «Хроники Нарни», может быть? Это режиссер «Хроники Нарни», Клайв Льюис. И такая невероятная история в его жизни. Он с девушкой строил отношения, и у нее обнаружили рак. И она была в больнице, то есть там делали химии, там все эти процессы. И, в общем, доктор сказал, что, говорит, ну, 10 дней. Вот, говорит, буду с вами честным, то есть, ну, 10 дней максимум, может быть, даже меньше. И там несколько дней прошло, и он приходит со священником, там, англиканский священник. Вот, и приходит. Ну, и все, такая атмосфера. Ну, знаете, когда человек уже все на смертном адре, и, ну, все понимают, что нужно как-то отпустить грехи, там, и так далее, то есть как-то покаяться, там, в общем, чтобы, вот, направить человека. И я, говорит, такой смотрю, что, знаешь, какая-то атмосфера непонятная, что они что-то не поняли. И я им говорю, ну, там доктора все. Я говорю, ребят, вы что думаете, что я с ней попрощаться пришел? Я пришел, да, предложить ей, как бы, ну, руку и сердце. Я пришел, чтобы, то есть, венчаться с ней. И доктор такой, говорит, в смысле, так ей осталось 10 дней. Это максимум. Он, говорит, и вот эта вот невероятная фраза, он говорит, а мне от нее ничего не надо. Мне от нее ничего не надо. Я просто люблю ее. Знаете, да, слава Иисусу. И я увидел, правда, что сегодня церковь, знаешь, это не просто какой-то вот этот вот там солдат, знаешь, с вилами на ногах, который бегает там и пытается там как-то, как-то пытается заслужить, знаешь, там, благоволение Божье. То есть, а это невеста Христа. И он говорит, что церковь мне сегодня ничего не должна, кроме взаимной любви. Вам нужно просто принять, и потом, то есть, как отражение, это начнет литься. Вот эти реки воды живой, они начнут просто литься из вас. Вам нужно будет просто, все, что наша задача, это найти объект, кому выражать эту любовь. И это будет любовь нечеловеческая, это будет сверхъестественная. Это то, что будет приносить перемены в наш город. Если у нас такая большая цель, что мы говорим, что преображаем мир, изменяя жизни людей. Только таким путем, друзья. И последнее местописание, да, слава Богу. Последнее местописание, и все, и мы уже помолимся тогда. Это в откровениях, помните, где послание там церквям, и в одной из церквей, он говорит, знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы. Сейчас у меня тут, у меня дети iPad заблокировали, короче, все у меня здесь. А они не таковы. И нашел, что они лжецы. Ты много переносил, имеешь терпение, и для меня много трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места, если не покаешься. Аминь. То есть, знаете, что я здесь увидел? Много раз читал это местописание, но интересно, он говорит, слушай, ты так классно потрудился. Ты столько делал, ты просто супер вообще, ты классный парень. Он говорит, но оказывается, можно делать что-то для Бога, не имея любви. Мы же обычно, знаете, говорим, что я это делаю, я служу, потому что я люблю Бога. Я жертвую, потому что я люблю Бога, знаешь, там. Это только, это единственная моя мотивация. Он говорит, ты можешь делать что-то без меня. Пытаясь оправдаться через это передо мной. Он говорит, а мне это не надо вообще. Мне это не надо, без любви не работает ничего. Помните, он говорит в 13 главе Коринфянам, он говорит, что, ты можешь тело, тебя сожгут на площади за Иисуса. Он говорит, и ты даже в том случае можешь не иметь любви. Он говорит, если любви не имеешь, то это, говорит, все тщетно. Это напрасно просто все. Представляете? Вот, и поэтому нам надо, я думаю, просто остановиться. Он говорит, тебе нужно покаяться. Тебе нужно покаяться. Он говорит, тебе нужно возвратиться просто в первую любовь. И начать все заново. Если мы не поняли, что такое 2 плюс 2, 4, тогда смысл нам куда-то пытаться бежать на миссии, пытаться там в служении как-то реализовываться. Нам нужно просто утвердиться, чтобы основание было твердым. Это его благость, уверенность в его благости. Что когда ты встретишься с какими-то сложными сезонами, с какими-то вызовами, с какими-то грехами, ты будешь говорить, что Господь мое основание. Он уже все сделал на кресте. Я просто верю. Я знаю, что я знаю, что я знаю, что Искупитель мой жив. Аминь. Если нет этого основания, но раскачивать будет реально нас. Давайте помолимся, встанем тогда, хорошо? Иисус, благодарим Тебя. Господь, спасибо Тебя за Твою невероятную благость. Спасибо Тебя за эту победу на кресте и на Голгофе, Господь. Мы просто вошли в это. Мы просто верой, Господь, держимся за это. Уповаем, Господь, на Тебя во имя Иисуса Христа. Ты наша победа, Ты наша крепкая башня. Ты сказал, убежит в нее праведник и в безопасности. И Ты сказал, что праведник смел, как лев. И все это от Тебя, Господь. Это не от нас. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя. Господь, каемся просто во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Если, может быть, Тебе это надо, давайте сделаем так. Вот поднимите Вашу руку. Если просто Вам нужно вернуться. Вам нужно вернуться. Вы уже долго христианин. У Вас уже седые усы. И Вы уже в церкви долго. Вы такой аксакал. Но Вы чувствуете, что что-то не то. Что-то не то, знаешь. Давайте Духу Святому позволим просто возвратить нас обратно. Окунуть нас просто в Его любовь. В Его прощение. В Его благость. Своими силами мы это не сможем сделать. Хорошо? Я этот человек. Мне это нужно. Мне нужно просто за это ухватиться. Я понимаю, что без Него я не могу это. Господь, я благодарю Тебя. Иисус, мы возвращаемся. Просто возвращаемся. В то, из чего мы выпали. Вышли по каким-то разным обстоятельствам. Это не важно. Мы просим, чтобы Ты вернул нас через откровение, Господь. Чтобы мы обновились, Господь, в своем мышлении, Господь. Чтобы образ мысли праведного человека у нас был во имя Иисуса. Чтобы мы отождествили Тебя. Себя с Тобой, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы благодарим. Мы благодарим Тебя, Господь. Просто укрываемся в Тебе. Доверяем Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. И пусть это твердое основание будет в нашей жизни утверждено, укреплено. Как Ты сказал, что праведник своей верой жив будет. Пусть это опустится в жизнь каждого из нас. Пусть придет страсть. Пусть придет жажда по слову, по молитве, по поиску Тебя. С новой силой, Господь. Пусть загорится в наших сердцах во имя Иисуса Христа. И, Господь, церковь пойдет, как полки со знаменами. Победоносно, Господь, нести Твою любовь. Нести эту победу, Господь. Нести Евангелие Царства. Здесь, в нашем городе и до края земли. Во имя Иисуса. А мы обещаем Вас дать Всю славу, Всю хвалу и Всю честь. И давайте большую-большую славу Господу.